Сейчас с 9 утра, город только просыпается, это Мазатлан. Вот она, настоящая Мексика. Ладно, я шучу, это просто здание такое попалось. Как всегда пахнет шампунем. Любая Мексика, сразу выход в город пахнет шампунем. Вот так выглядят горы электросети в Мексике. Обожаю эти яркие заборы. Наверное, это не самый престижный район, по которому можно погулять в Мазатлане. Сказали, здесь не опасно, так что наблюдайте, как люди живут. Все домики хоть и старые, но есть мексиканский колорит. Ну тут тоже таки дома, кто на что гораст, только вон что денег хватило. Вот это я сейчас остановлюсь. Отстал я от своей группы туристов. Блин, там тоже вон какая-то старенькая, явно мощь. Я сейчас догоняю свою группу, состоящую из одного матроса и одного капитана. Банк. Был банк. Видимо, у них тут не все нормально с экономикой. Очень классно. Это же керамика. Ну тут явно не мексиканцы живут. Вписался домик мексиканский колорит. Китайозы. Подгрыбли мы к центру. Какая-то церковь. Сейчас зайду поближе посмотреть. Судя по всему, в Мексике все эти центральные площади, они все одинаковые, потому что сейчас абсолютно такой же видел Вера Круз. Пальмы, центр, люди, лавочки. Все, ничего больше. Католическая церковь я посмотрел. Там все прям по классике. Лавочки, деревянные люди сидят. Уже хотел бы сказать, в 9 утра. Выглядит очень красиво. Деревья подстриженные под фолло-бокс. А, это еще и полиция, наверное. Верхнюю часть. Вот деревья прикольные. От церкви и верхнюю часть. Заморочились. Не могу сказать, жилое, а может быть гостиница. Вот там тоже какой ботанический сад. Тузик, привет. Ну, типа зимы. Да, 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 да. Так я тебе и поверил. Вот мы на базаре. Мне нравится майки Мазатлан. Сразу курочка свежая. О, какая-то лепнина местная. Сейчас проверим. Там еще есть. Вот такие штуки. Я не знаю, что говорить. Это Макс. Это я. А это сыр. Большой сочинский базар. Ну, давай. Не, лучше платить. Еще одна прямо замечательная в кавычках площадь. Ну, зато пальмы есть кайфовые. Так себе, я бы сказал, достопримечательности. Ну, вот так вот частный домик и на третьем этаже. Целый маленький заповедник больших. Огромных попугай. Кричат они на всю улицу. Кайф. Кто сказал, что мексиканцы живут плохо? Ездят на огромных машинах. Ну, Volkswagen классика Мексики. Хоть это и немецкая типа машина. Все они выпускались в Мексике. Всю свою жизнь. Сейчас мы в порту грузим такие же, только новые. Непонятно. О, Дела Плая. Что в переводе? Дела Плая. Сразу как здания различаются. Вышли ближе к набережной. Уже такое все беленькое, красивенькое. Можно подумать сначала, что там маленький пляжик с рыбацкой деревней. Сейчас мы пойдем попугаем пеликанчиков. Вот эти люди, которые стоят на пляже, мешают нашей навигации и спокойным вахтам. Посмотрим, на что способны пеликанчики. Пеликанчики. Эй! Чуваки! Ребята с утра наловили рыбы местные и продают. Получается такой на пляже базарчик. Прямо свежечок. Кайф! Рыбка. Рыбка. Класс! Эти товарищи, наверное, ждут, когда их рыбой накормят. И наглые чайки. Пляж Мазатлана. За теми холмами открытый океанчик. Отсюда два дня хода до Америки, Штатов. Вот такие каменюки на отливах. Тоже очень круто. И мои бичевские кроссовки, которые уже все повидали. Очень классный пляж. Такой песок. Очень душно, очень жарко. Но купается пару человек. Из отдыхаек здесь не души. Не все купаются в одежде. Все мексиканцы купаются в одежде. И никто никогда не загорает на песке. Обычно, как я видел в Веракрузе... А, вон я, кстати, дойду до этого места. Вот то, о чем я говорю. Они ставят стульчики, столики. И спокойно себе сидят. Вот так вот местные купаются. В чем пришли, в том и купаемся. Обсохнем. И пойдем домой. Кстати, в прошлой Мексике, два года назад, в Салино Круз, было запрещено в это время купаться. Но там открытый порт. То есть сразу океанская волна. Потому что сразу затягивает. Можно один раз зайти и больше никогда не выйти. Так сказать, передать привет Нептуну. Продолжение набережной. Вот так она идет через весь, весь этот залив Мазатлан. И маячок в ней. И акула, и дама какая-то здесь прилегла, устала. И рыбак, наверное. Это дельфинчики. И даже фонтанчик в тистое. Ну, без музыки, конечно, тут нет. Там пыц, 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 пыц. Но ребята зарабатывают как могут. И пошел бабки собирать. Пыц, пыц, пыц. Пыц, пыц. Пыц. Если там были русские, они меня по-любому поняли. Руссия. Руссия. Да? Руссия. Как ты? Я. Руссия. 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 Они такие, наверное, сейчас мы тебя догоним. Бабулесики твои. Не страшно, даже в той же Мексике не страшно подходить. Просто не обращаешь внимание здесь. Все доброжелательные. Макс говорит, не могу я собраться. Пропускаю все самое интересное. Все с подачи Макса снимаю. Пропустил я дырку в здании. Неизвестно, что это. Гостиница. Банк. Пожалуйста, остановочка. Велосипедная дорожка. Красиво уложенная набережная. Большие гостиницы. Ну и так далее. И пальмочки. И никого из отдыхающих. Кого я обманываю, что-то я наврал. Самая настоящая тихоокеанская волна. Поэтому, в принципе, наверное, никто и не купается, потому что опасно. Потом хрен выберешься. Тут даже вай-фай раздают. Невиданная мексиканская щедрость. Вот уже второй порт подряд познаем прелести Убера. Это не реклама. Просто это очень круто. Когда ты не знаешь города, ты просто тупо вызываешь себе Uber и едет. Поехали! Ниссан. Маша, друзья, на пальце. Что, я вперед? Да. Откончились наши бульки. Вернулись мы домой на свое судно. Хорошо, что завтра еду. Нет, не завтра, через два дня еду домой. Сейчас скажет, не снимай меня, не снимай!